Сегодня журналист Майкл Боум, приветствую Майкл, 100 лет 100 зим. Добрый день, рад вас видеть. Да, давно не виделись, правда. Вы сегодня пропадаете, я даже потерял вас, где вы там. Начнем вот с чего, закон о СМИ иностранных агентах. Сначала в Соединенных Штатах Америки вспоминают, что у них этот закон вообще есть об иностранных агентах еще в 1938 году. Потом в Российской Федерации отвечают на их закон об иностранных агентах нашим добавлением в закон о средствах массовой информации. Что происходит, ваша оценка? Ну, во-первых, я хочу сказать, что этот закон, да, он старый, но он не применяется по отношению к СМИ. Не применялся. Ну, как практика, практика показывает, что в Америке не применяется. Поэтому, когда они решили подогнать, именно подогнать этот закон под Рашид Тедей, то есть когда Рашид Тедей подпал, это немножко была, ну, так, скажем так, волная трактовка по форме правильного, но по существу не очень. За что издевательство говорит. Ну, да, да. Поэтому, да, здесь есть явная политическая составляющая. Поэтому я был против этого, хотя вроде бы все, я хочу объяснить, да, что американский закон ФАРа, это закон о иностранных агентах, он предназначен для лоббистских фирм, но применяемый, скажем так, для лоббистских фирм, которые представляют интересы иностранного государства. Например, Пол Манафорт, тот человек, который был, но сейчас находится под домашним арестом, он как раз, он не зарегистрировал иностранным агентом, когда он представлял интересы Януковича, но это все законно, то есть он имеет право, он лоббист, он имеет право лоббировать интересы Януковича, когда он был президентом иностранного государства. Только он не декларировал и этот факт, что он иностранный агент, и еще плюс к этому, что его доходы он не декларировал, но это другие проблемы. Там же массово возникает затруднение у вас, потому что в избирательных кампаниях президентов, кто только не принимает участие, в том числе и деньгами. В фонд Клинтон с Украины тоже шли деньги, интересы Клинтона. Сам Трамп пожертвовал деньги. Трамп сам пожертвовал деньги. Там же запутаешься. И российские интересы, все пожертвовали деньги на этот фонд Клинтон, потому что тогда она была очень влиятельным политиком, поэтому все играли в эту игру, и российские интересы, и украинские. Пинчук очень много, украинский олигарх, он очень много жертвовал. И сам Трамп, вот в чем, когда Хиллари не была врагом Трампа, он сам жертвовал 100 тысяч долларов этому фонду, благодарительному фонду. Так что это, конечно, лица мира сейчас, когда сам Трамп хочет возбудить уголовное дело против Клинтона. Но, во-первых, это не очень, это не практикуется, когда действующий президент уже как бы указывает на уголовные расследования оппонента. Это немножко, и наши политики говорят, что это похоже на банановую республику. Так делают. Я даже не хочу критиковать или не критиковать. Вот с точки зрения американца, вы примерно понимаете логику принятия решений, когда возвращаются к забытым законопроектам, когда с них смахивают пыль для того, чтобы опять реанимировать, чтобы они начали действовать. То есть рядовые американцы, простые, они понимают, для чего это делается? Они понимают, что это, да, нужно, или полагают, что это какая-то ерунда происходит? Нет, простые американцы, конечно, не знают, что такое фара, не знают про этот закон о иностранных агентах. И смысла особого нет, потому что те люди, которые смотрят Russia Today, я вас уверяю, они и так знают. Но это в ложном самом названии канала Russia Today. Поэтому заставить их афишировать, что мы иностранные агенты, мне кажется, это бессмысленно, это масло-масло. В русском языке словосочетание иностранные агенты имеет характерный негативный оттенок. Да. Негативный оттенок в меньшей степени. В меньшей степени. Да, это не шпион, это просто агент иностранного представителя, скажем так. Это все равно негативный оттенок, но не в такой степени. Это не прямо шпион, как на русском языке. Насколько вам понятна логика российских властей, которые сегодня продавливают свой законопроект? Я понимаю, Россия всегда должна отвечать, потому что иначе это слабость. Другое дело, что нечем отвечать, потому что нет эквивалента Russia Today в России по своим причинам. Потому что я думаю, что Россия просто не... Это не потому, что американские СМИ слабы. Я думаю, что какой-то канал очень хотел бы стать Russia Today, эквивалентом Russia Today в России, то есть на русском языке. Эквивалент это, допустим, «Голос Америки» или «Радио Свобода» на русском языке, но на телевидении. Такого канала нет, поэтому зеркального ответа с российской стороны быть не может, потому что нет. То есть только асимметричный ответ. Но Россия очень любит асимметричный ответ. Я напомню, когда мы выслали 35 дипломатов, или так называемых дипломатов, дипломатов, чья деятельность не соответствует дипломатическому статусу, то есть шпион. Это было в декабре, это оправдная точка. Мы выслали 35, а вы сколько? Ну не выслали, а сократили на 755. Это 20 раз больше. Вот симметричность по-русски. Когда мы ввели Акт Магнитского против России, Россия что сделала? Акт Димы Яковлова. Потому что Россия не может создавать эквивалент, аналогичный Акт Магнитского, антиакт Магнитского, потому что... Они пытались, между прочим, но худо очень получилось. То же самое здесь. Россия хочет ответить. Россия имеет право на это, ответить на иностранный агент, на то, что Россия уже иностранный агент. Но как, если нет эквивалента? Значит, они, наверное, сейчас законопроект очень широко написан. Безусловно. Очень расплывчив. Мы не знаем, кто попадет. Если ты хорошо ведешь себя, наверное, ты не попадешь, если ты иностранные СМИ. Это из области друзьям все, врагам закон, иностранных агентов. Но если, допустим, СНН попадет... СНН очень не популярен на Кремлю, потому что они очень любят муссировать тему российского вмешательства. Но если, допустим, теоретически СНН попадет под этот закон, это полный бред. Потому что СНН транслируется на английском языке, и то, это не везде, это, я не знаю, может быть, в гостиницах. То есть нет такого эквивалента в Russia Today, и поэтому все ответы... Развитие интернет-телевидения. Сейчас все это доступно, понятно. Другое дело, что мало кому интересно, потому что СНН в оригинале смотрят те, кто знают английский язык. Как Deutsche Welle по-немецки знают и смотрят только те, кто знают английский язык. А кто смотрит английский язык? Миллионное. Так поэтому... Что касается... Давайте я буду по пунктам прям. Что касается асимметричных ответов Российской Федерации... Как Россия отвечает, так и отвечает, но... Секунду. В декабре, когда высылали 35 российских дипломатов, я просто напомню, что в ответ, наш симметричный ответ был приглашением детей американских дипломатов на ЙОК. Ну, шутка. Потом что? А потом что? Потом не было смешно. Потом 750. Конечно, потому что кроме высылки российских дипломатов, был еще арест нашей недвижимости в Соединенных Штатах Америки. Нет, Владимир, вы ответили. Масса чего еще было. Есть общая практика. Баш на баш. Не я придумал. Это уже испокон веков. Мы 35, вы 35. Это, между прочим, во время холодной войны это практиковалось. А Россия нарушила. Она имеет право. Что дело хозяйское? Но мы выслали 35. 755 сокращение. 755. Это две трети дипкорпуса. Но это не равно, выслали. Но это не равно, выслали. Сократили, в том числе и граждан Российской Федерации, которые работали в американских посольствах. Это не равнозначно высылке дипломатов. Выслали-то сколько? Но тем более, если бы Россия выслала, допустим, я не знаю, допустим, существует 35 шпионов. Мне трудно в это верить, что в России есть 35 американских шпионов. Что всего 35? Я тоже в это не верю. Допустим, Россия найдет 35. Если бы Россия выслала 35, тогда претензий не было бы. Баш на баш. Это обижаться не на что. Это никогда за всю историю российско-американских отношений такого сокращения, принудительного сокращения не было. За всю историю российско-американских отношений много ничего не было, что происходит сейчас. И с американской стороны, и со стороны Российской Федерации. Понимаете, один виток провоцирует другой виток. И мы видим, что это бесконечно. Потому что сейчас, ну, я говорю, Россия, ты иностранный агент. Это провоцирует еще не симметричный ответ, а асимметричный ответ. Потом США, наверное, должны ответить на несимметричный ответ. И пошло-поехало по кругу. И если бы Российская Федерация обладала бы такими же устоявшимися брендами, как Радио Свобода, Voice of America, то, наверное, мы могли бы ответить симметрично. Есть. Есть. В Соединенных Штатах Америки. Есть свобода, Радио Свобода в России, но только в интернете. Только в интернете. Потому что Россия не пускает. Это бренд. Это бренд, Майкл. Россия не пускает. Нет. Люди, которым под 40 и больше 40, они росли в обнимку с этим Радио Свобода, Голос Америки и всеми другими запрещенными голосами, которые вещали здесь на территории Союза Советских Социалистических. Сейчас тираж Радио Свобода. Да бог с ним, с тиражом. Крошечная. Это целая сеть, которая под Радио Свобода существует. Это и Крым реалий, и много там Кавказ реалий, и настоящее время телеканал, который тоже Радио Свобода принадлежит. Есть конкретная причина, почему нет эквивалента Russia Today в России. Почему? Потому что они не хотят. Одно дело, когда Радио Свобода загнана в интернет, а другое дело в эфире, на телевидении. Конечно, телевидение, то есть все каналы должны быть государственные. Кстати, почему американцы до сих пор не создали такую историю? Денег-то вкладывается в «Голос Америки» и в «Радио Свобода», там же много. Нет, но насильно, радио Свобода существует, но если Россия не дает лицензии, что США могут делать? Это зависит от российских властей, дадут лицензию или не дают, потому что они не хотят, чтобы «Радио Свобода» было в эфире. В интернете, пожалуйста. Чем закончится противостояние? Никого не волнует. Нет, но по поводу российского закона, это, конечно, все очень расхлябанно было сделано, мне кажется, небрежно, потому что формировка забавная. Расплывчатая, незабавная и не расхлябанная, а сознательно широко для того, чтобы потом можно было применять по отношению к тем, кто не понравится. Ну, просто ничего зеркального нет, там написано, что если СМИ получают финансирование, любые иностранные финансирования, это может быть государственные финансирования, это может быть от частных лиц, но это вообще не… Понимаете, этот закон был применен по отношению к родственникам, потому что там государственные деньги. Причем здесь частные лица, это значит, что все СМИ, конечно, по определению получают иностранные финансирования от частных лиц, потому что есть акционеры. Значит, любые американские СМИ или западные СМИ могут попасть в этот закон. То есть это абсолютно несимметрично, абсолютно незеркально. И самое главное… Так жаловаться на это бессмысленно, вы как будто пытаетесь сетовать, боже, как они могли так поступить? Да потому что… Когда я сказал забавно, забавно, потому что, допустим, вы, то есть миллионы американцев, которые подписчики Russia Today в Америке, это же иностранные финансированные. Получается, что Russia Today сам может попасть по российским законам иностранных агентов, потому что они получают через подписчиков иностранные финансированные. Вот абсурд. Конечно, Russia Today не попадет. Конечно. Потому что это выбор. Я говорю теоретически, почему я сказал «расхлябанно», потому что, допустим, тип подписчиков ведомостей иностранных, есть такие, потому что ведомости пользуются авторитетом на Западе. Это иностранные финансированные. Я вообще не спорю. Значит, ведомости тоже иностранные агенты. Нет. Russia Today есть иностранные агенты. Нет, Майкл, но вы же все сами прекрасно понимаете. Все правильно сказали, что закон сформулирован таким образом, чтобы была возможность выборочно реагировать именно на тех, кто неудобен, неудобен. Непригоден. И это все отдается на откуп Министерства юстиции Российской Федерации. Сколько депутатов, которые голосовали за этот законопроект, не спрашивал, кого конкретно вы имели в виду. Они все кивают в сторону Минюстера. Как они решат те... То хочу, то и ворочу. Да. Мы уже видели на опыте закона универсальных агентов по поводу НКО. Мы уже видим столько злоупотреблений, столько произвола, столько эксцессов и переборов. Например, Левада-центр. То есть мы уже знаем, на что способны российские власти. Как они... Левада, кстати, до сих пор работает. Интерпретирует. То есть Левада-центр, иностранный агент. Но надо очень стараться, чтобы подогнать Леваду. Мемориал. То есть это мы уже знаем. Я думаю, что есть большая вероятность, что СНН попадет. Потому что СНН... Просто потому что им не нравится, российским властям. Если попадет, это вообще за рамки. Я, с одной стороны, сторонник приемов, которые использовал Микель Вилли, а с другой стороны, я за полную открытость. Ну, так, в идеале. Знаете, такое идеальное общество, где все друг другу честно признаются. Слушайте, нам не нравится, как вы действуете, поэтому мы развернем информационную кампанию у вас в стране для того, чтобы отстоять свою позицию. Соединенные Штаты Америки, что уж греха таить, давно этим занимаются. Нечего греха таить. Да, давно этим занимаются, отстаивают, продвигают свои ценности в различных странах, по различным каналам, с помощью фондов или грантов и всего остального. Мягкая сила называется. Да, мягкая сила. Как только мягкая сила касается Соединенных Штатов Америки, тут же возникает негодование, возмущение. Здесь нет мягкой силы. А как это, что это? Это сила топора. Здрасте, приехали. Это топорная сила. Топор? Я бы сказал с обеих сторон. Я еще раз, я начал с того, что я против применения закона обеих сторонных агентов против расширения. Чем завершится эта история? Это маховик, который раскручивается, раскручивается. Вот это страшно, потому что мы с тобой видим, что этот маховик не заканчивается. Потому что один виток провоцирует другой виток. Один ответ, ответная мера, причем несимметричная мера, потом которая провоцирует еще один виток. Понимаете, это самозаводящийся механизм, который, я не знаю, чем закончится. Надо, чтобы... Признание Майкла Бома иностранным агентом это закончится. Нет. Ну, можно подогнать меня, но я прочитал. Между прочим, я очень, у меня школьный интерес в этом. Я прочитал законопроект, формуловку. Вроде бы я не попадаю никак. Потому что ты пока не организация. Но не надо недооценивать, как сказать, сообразительность российских властей. Если они хотят, они так и сделают. Но надеюсь, что дело не дадет этого. Все просто. Просто создавай юрлицо, и вот это юрлицо уже иностранным агентам признают. Пока частных лиц это не касается. Мне очень забавно, когда Петр Достоев сказал, что это никак не будет покушением на свободу слова. А когда, столько мы слышали, сколько вопили, когда американские власти, они объявили, что Россия теперь должна загустироваться. То есть зеркальная. Да. Мы слышали от Симоньяна, от Маргариты, от российской власти. Это покушение на свободу слова. Это покушение на святая святых. А когда Россия делает то же самое, Петр Толстой что говорит? Это никак не повлияет на свободу слова. Тогда определитесь, это покушение на свободу слова или нет. Я вообще не готов возмущаться, потому что, еще раз подчеркну, я сторонник тех приемов, которые использовал Макеавель. Все. Поэтому, если ты хочешь сказать, что это двойные стандарты, да, это двойные стандарты, которые используются в том числе и в Соединенных Штатах Америки, и в Российской Федерации, и вообще на планете Земля, нисколько не стесняются использовать двойные стандарты. И так далее по списку. Пойдем дальше. Окей. Давай, у нас что еще есть? Мы исчерпали, да, эту тему? Нет, не исчерпали, потому что дальше будут вопросы аудитории, но это позже, ближе к концу программы. Просто мы, по сути, продолжаем вот ту же историю. Это заявление Терезы Мэй, власти Испании, вмешательства России и те же заявления, которые продолжают звучать в Соединенных Штатах Америки. Спрашиваю, это вообще до сих пор кому-то интересно? Ну, потому что создается ощущение, что в Твиттере, в том числе в англоязычном, ну, уже смеются. Russia did it, вот этот хэштег, который блуждает. Ну, уже в чем только Россию не обвиняли. Это что, работает? Ну, если честно, мне немножко надоело все это, но это не значит, что это неважная тема. Просто, когда Тереза Мэй, понимаете, можно было бы, это есть некая аналогия с сексуальными скандалами в Америке, понимаете? Когда, допустим, вот этот сенатор из Алабамы, когда он наотрез, он отказывает, я не я, хата не моя, он только себе во вред. Сейчас ты поймешь, к чему я веду, есть аналогии. А когда вот этот юморист, если вы знаете о ком речь, он тоже был, обнаружили, что у него были сексуальные домогательства. Когда он сказал, что я это сделал, я это сделал, нечего греха таить. Я это сделал. Тогда другое отношение. Но когда человек, сенатор, когда пять человек, они говорят, это не сговор, они не могли бы между собой, они все говорили одно и то же, понимаете? Это у него рился пуху. И он говорит, нет, это фейк, это фейк. Я к чему? Когда Россия, когда есть доказательства, причем это одно дело, что Россия может придумать, что это американский сговор. То есть весь спектр политический, и республиканцы, и демократы, они все, в единый голос. Они решили, по соображениям русофобия, они так ненавидят Россию, чтобы они вошли в сговор, чтобы сотни, несколько сотен человек, все говорили, что да, Россия сделала, когда Россия этого не сделала. Но это маловероятно, согласитесь. Все возможно в жизни, но это вызывает сомнение, что такой сговор, даже когда США хотели вторгаться в Ирак, 50 сенаторов были против этого. А здесь каждый человек, даже Трамп, который прочитал секретный доклад в СРУ, они пришли к выводу, что Россия это сделала. Мало того, что это американская сторона, получается, что Мэй, мы возвращаемся к Мэй, она тоже согласна, что это Россия стоит. Запад, Европа почти вся, и они ввели санкции на этом основании. Но это, я не знаю, российская пропаганда держит людей за дураков, но это возможно, что половина мира, все в единый голос вошли в сговор. Я о чем, почему сексуальные скандалы, потому что одно, когда Россия говорит, я не я, хата не моя, нет, это врань, это фейк. И мало того, что когда Россия идет на контратаку, это такой прием, когда рвется в пуху, когда знает кошка, перевод стрелки, это вы виноваты. Вы поддерживаете террористов, вы вмешиваетесь в наши выборы, когда это только себе во вред, Россия только хуже, и США просто злится больше на Россию из-за этого упорства. Поэтому, чем это закончится, ну, я, понимаете, Россия влипла, но будь мужчиной, но хорошо, мы это сделали, потом вопрос закрыт. Ты начал эту аналогию с сексуальной. Как этот юморист, юморист правильно выступал, он сказал, я это сделал, это неправильно, я извиняюсь перед этими девушками, и вопрос закрыт. Так что сделал-то, вот в этом главный вопрос, потому что, что опровергать или в чем признаваться, абсолютно не ясно. Те доказательства, о которых говорят, они все под грифом секретно. Да. И все, кто говорят об этих секретных доказательствах, кивают бантиком, не имеют права разглашать. То есть, никто не знает, в чем конкретно обвиняется Россия. Нет, никто не знает, кошка знает, в чем раса съела. Кошка знает, и в этом, и Америка... Майкл, есть такой прием, он у нас был известен здесь, недалеко, на Лубянке, когда лампа в лицо говорит, сознавайся, подлец, сознавайся. В чем я должен признаться, сознавайся. США знают, что Россия сделала это, и Россия знает. Но никто не знает, что это. Мало того, что секретный доклад, это и захваченные переговоры. Взять на понт это называется, такой прием. Нет, это даже источники внутри Кремля. Вы же, наверное, вы об этом говорили в новостях, но, может быть, вскользь. Но когда два сотрудника ГРУ, когда они были арестованы, это было, по-моему, 80 тому назад, под подозрением, что именно они передали американским спецслужбам информацию о том, что это государственная программа была, государственная программа, попытка подрывать, американская попытка, потому что они не подрывали, но все равно они, это внутренние источники. Я просто, когда слышу эти разговоры про вмешательство, но я прекрасно понимаю, что есть люди в Российской Федерации, которые, да, там создают какие-нибудь фейковые аккаунты, выходят в социальные сети в Соединенных Штатах Америки, с кем-то там вступают в дискуссии, отстаивая позицию там или что-то, или наоборот, просто провоцируя что-либо. Я наверняка знаю, что они существуют и полагаю, что их сотни. Майкл, но с другой стороны, их сотни, сотни. Владимир, есть предел. Посмотрите, как... Где он? Где? 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 Я хочу объяснить. Посмотрите, как Китай, мудрый Китай, но не очень мудрый, это здравый смысл, Китай ведет себя. Конечно, мы сейчас с Китаем, мы конкуренты, безусловно, и мы что-то делаем, чтобы немножко сдерживать противовесы, потому что мы немножко боимся Китая, подъема Китая, а не и нас. То есть где-то мы, например, мы создаем блок с Индией, это система противовесов сдержек против Китая, а вместе с тем у нас хорошее отношение. Давай закончишь объяснение уже после новостей. Это долго, это долго. До новостей мы просто не успеем, 15-30 час новостей. Закончить сейчас или после новостей? После новостей. А, после. Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни. 15 часов 35 минут в эфире «Умные парни». У него микрофона Владимир Карпов, и с нами сегодня журналист Майкл Бом. Говорим о наших сложных российско-американских отношениях. И сейчас Майкл начал был рассказ про Китай, про мудрый Китай, который как будто бы никуда не влезает. Как Китай ведет себя и как Россия выделяется. То есть, конечно, есть жесткая конкуренция между нашими странами, потому что два гиганта, два дракона. Мы где-то идем попырек, они где-то. Это все в пределах. То есть, Китай знает, что перейти эту границу, это себе дороже. Понимаете? Это себе во вред. И было время, несколько лет назад, когда даже Китай совершил кибератаку против. Но и то, это было в торговом смысле, чтобы получить торговые секреты. В выборе им хватает здравого смысла, ума, чтобы не провоцировать США, потому что им только хуже от этого. А Россия почему-то, я не знаю, это национальные черта, при всем моем уважении. Значит, гулять так гулять, взломать так взломать. Я не знаю. Это что, море поколения? И я не знаю. То есть, Россия, наверное, Россия рассчитывала на то, что можно спрятать концы. Но не спрятали. Потому что они недооценивали именно контрразведку США. И мы имеем все... Понимаете, Россия перешла очень... Мы все шпионы друг за другом. Речь не идет о шпионаже. Потому что США, будь здоров, это... Они занимаются шпионажем круче всех в мире. И спросите у Меркла про это. Но мы не говорим о шпионаже... Касперского можно спросить тоже. Да. Мы не говорим о шпионаже. Мы говорим о кибератаках. И когда это кибератака на выборы, это все. И поэтому я... Россия считает, что это все историей. Я считаю, что это адекватная реакция. Потому что это уже... Это новая кибер-война. И почему Россия заранее этого не поняла? Китай это прекрасно понимает. И у нас нормальные отношения с Китаем. Поскольку никто не удосужился со стороны Соединенных Штатов все-таки разъяснить, в чем конкретно обвиняется Российская Федерация, потому что это под грифом «секретно» по-прежнему. Нет. В чем обвиняется, ясно. Нет. В общих чертах нам ясно. А дальше никакой конкретики не существует, потому что все засекречено. Я оттолкнусь от утверждения, например, вас, Майкл, что да, так и было. И вы спрашиваете, а почему Китай так себя не ведет, почему Россия? Потому что Китаю терять есть чего. А у Российской Федерации Соединенных Штатов Америки торговый товарооборот... Еще как Россия есть что терять. Это называется репутацией, во-первых. Это изоляция. Что значит нечего терять? Россия и теряет, огромно теряет. Это санкции. Это что, вам мало? Россия теряет очень много. Причем это неадекватно. Игра не стоила свеч. То, что Россия получила от этой кибератаки, абсолютно не стоит всего шума и последствий, и санкций, и подмочек репутаций. Даже в Соединенных Штатах не было ни одного решения суда, согласно которому было бы четко понятно, что да, Российская Федерация виновна. Я напомню, что о вмешательстве России в выборы только проводится расследование, Майкл. Решения суда не было. А вы уже назвали Россию преступницей. Все. О чем тут еще говорить? Речь не идет о суде. Никто не говорит о ГАГе. Мы говорим о введении санкций. Любая страна имеет право ввести свои санкции. Россия вводит свои санкции без суда. Поэтому вы зря, зря ссылаетесь на суд. Суд не нужен. Речь идет о суверенном праве ввести санкции. Каждое суверенное государство имеет это суверенное право. И Россия не раз пользуется этим правом против Украины, против других государств. Там изящество-то другое. Что, например, для того, чтобы снять потом эти санкции, например, вы лишаете таких полномочий президент Соединенных Штатов для того, чтобы одна группировка могла диктовать другой, против кого вводят санкции, против кого нет. Поэтому о суверенном праве здесь вообще говорить сложно, потому что действия проводятся только исключительно в интересах одной какой-то группы на сегодняшний день. Санкции – это общепринятая практика. Россия вводит санкции вместе с США против Ирана, против Северной Кореи. Поэтому, когда Россия говорит, что санкции – это нарушение международного права, это чушь полная. В инструмент политики превратились санкции. А что касается расследований, это другое дело. Они расследуют, не Россия взломала, не взломала. Это уже вопрос закрыт. Сейчас расследование идет, вошел ли Трамп или его советники в сговор с российскими государственными лицами, работали вместе, тогда это уже уголовное дело. Поэтому расследование касается только этого. Мы же сами наблюдаем эти все открытые слушания в Комитете Сената по поводу вмешательства Российской Федерации. Но это же смешно, Майкл. Вот все, что было предоставлено публике, это же прям за живот держаться. Это не очень смешно. 300 тысяч просмотров доказательства в Ютьюбе того, что, да, Россия вмешивалась и пыталась. 300 тысяч просмотров, Майкл. По поводу, я еще раз говорю, все возможно в жизни. Но когда 200, 300, 400 человек, целый спектр, разных людей, они прочитали один и тот же доклад. И они пришли к единому мнению, что, да, этот доклад показывает, доказывает, что Россия стоит за этим. Это возможно, что все 300, да, но я не читал, и ты не прочитаешь, потому что у нас нет доступа. Но я говорю чисто о логике. Согласитесь, что это маловероятно, что все между собой секретно, они договорились. Давайте, да, это выдумка, полная выдумка. Давайте, потому что мы русофобы, все русофобы, демократии, русофобиканцы. Давайте мы замочим Россию таким образом и рисковать своей репутацией ради России. Россия того не стоит. У нас есть еще одна тема, мы можем до бесконечности вообще рубиться на вот конкретно эту тему. А почему тогда это не делается, вот это выдумка против Китая? Вопрос напрашивается. Китай гораздо больше... Потому что невыгодно, Майкл. Ну, потому что в политике... А с Россией... Нет. Вопрос целесообразности, он на первом месте, а все остальное дальше, ниже. Гораздо больше угрожает США, я имею в виду экономическом смысле, в политическом смысле, чем Россия. Ссорится с тем гораздо опаснее, чем с Китаем. Россия со своими жалкими двумя процентами мирового ВВП, извините, пожалуйста, но это не такая гроза. Россия не стоит того, чтобы войти в такой криминальный сговор, чтобы рисковать своей репутацией этих людей, всех соучастников этого сговора ради России. Но у вас слишком высокое мнение о себе, чтобы... Майкл, ты видишь, что мы не перейдем на другую тему вообще никогда? Окей, я закончу. Ну, давай, все, почему... Вот есть версия Майкла Бома, почему Путин и Трамп не встретились во Вьетнаме. Версия уже доступна где-то в сети интернет, и можно почитать статью... Можно назвать сайт? Ну, зачем? Не надо, конечно. Ладно, я не наставил. Да, так вот, и согласно размышлениям Майкла, ну, просто дело все в гордыне Российской Федерации, правильно я понимаю? Да. Ну, на 90%. Конечно, все хороши, но в разных долях. США действительно предложили один вариант. Надменно, не надменно, но чуть надменно. Понимаете, видите, когда... Слушателям напомним, США предложили встретиться на своей территории. Не на своей, на арендуемой имы. С точки зрения дипломатии трактуется как своя территория. Нет, это не свои. Понимаете, своя территория, это военная база, это посольство. Я понимаю. Поэтому, когда Россия придиралась, по-детски придиралась, но это место, арендуемое американцами, и это для нас не уважить... Ты что, ты меня не уважаешь? Еще раз, американцы предложили одно время и одно место, которое не было удобно Российской Федерации с точки зрения и времени, и протокола. Но я не знаю. Потому что, согласно протоколу, если в прошлый раз встречались на американской территории, то в этот раз должны встречаться на российской территории. В прошлый раз встречались в Гамбурге на американской территории. Владимир, было бы желание, плунули бы на весь этот протокол, шмотокол. Понимаете, еще можно придираться, что флажки не те. Или, я не знаю, или стулья не те. Понимаете, если Россия хочет оскорбляться, она и будет оскорбляться, и обижаться. И Россия обиделась на это. Я согласен, что США смогли бы проявить больше гибкости. Но это не оправдывает. Потому что это детская отговорка, что мы не хотим, это как идти на поклон. Но это чушь полная. Никто не шел бы на поклон американцам. Это место, арендуемое американцами, правда. Нарушение протокола. Но если очень придираться, наверное. Но, видите, опять-таки, у нас нет таких разборок с Китаем. У нас это просто отговорка, это предлог. Россия не хотела. И они пользовались этим нарушением, формальным нарушением. Это есть гораздо более важные проблемы в мире и между нашими странами, чем... Кем это место арендуемое? Это ерунда полная. Кем арендуемое это помещение? С точки зрения Майкла Бума, безусловно. С точки зрения сотрудников протокола... И мы с тобой даже не знали, никто не придавал значения. Я вас уверяю, что если встреча состоялась, мы бы обсуждали содержание этой встречи. Ни кем это помещение арендуемое. Слушай, давай для аудитории заведем голосование, спросим, как они полагают. Вот с их точки зрения. Это Россия просто встала в позу, обиделась. Протокол, протокол, он принципиально важен в таких вопросах. То есть, чтобы было чередование, чтобы было постоянное подтверждение равноправия отношений. Или можно было наплевать, наконец, на протокол и сесть за стол переговоров для того, чтобы обсуждать дела. Тем более, что мы бы не знали изначально, что было нарушение протокола, если бы... Песков об этом не рассказывал. Да, Песков об этом говорил только потому, что был срыв. Если встреча состоялась, и ты бы не знал, и не было бы предмета спора. Для вас протокол принципиально важен. Для вас принципиально важно, чтобы было подчеркнуто равноправие в отношениях. Это 134, 21, 35. Неспроста дипломаты даже отдельный курс проходят по протоколу дипломатическому. Протокольная служба есть? Да, протокольная служба есть. Это для вас принципиально важно. 134, 21, 35. Или важно решить проблему Северной Кореи. Что важнее? Или важно решить проблему Северной Кореи. Где флажки стоят? 134, 21, 36. Какой размер у вас? Какой размер у нас? 134, 21, 36. Это не имеет никакого значения. Главное, чтобы сели за стол переговоров и обсуждали. Это 134, 21, 36. Для вас протокол принципиально важен. 134, 21, 35. Это не имеет вообще никакого значения. 134, 21, 36. Несколько исторических фактов. В 2004 году Дмитрий Анатольевич Медведев, будучи главой администрации президента Российской Федерации, приезжает в Соединенные Штаты Америки. И там случается непредвиденное, не по протоколу. Его обыскивают. Его обыскивают. Да, было такое. В 2004 году в Вашингтоне его обыскивают. Обыскивают? Да, Дмитрий Анатольевич Медведев. Я пропустил это. Да. Потом в Российскую Федерацию приезжает Кандализа Райс в ранге... По какому поводу обыскивают? Ну, просто служба безопасности решила обыскать главу администрации президента. Не знаю. Не знаю, это наша служба протокола восприняла как оскорбление. Но я не помню. В результате, когда... Это точно было? Да, это точно было. В следующий раз, когда прилетает в Москву Кандализа Райс в ранге госсекретаря Соединенных Штатов, наша спецслужба обыскивает Кандализу Райс. А как же? Баш на баш. Баш на баш. Симметричный ответ. Пожалуйста. Это протокол. Еще из протокола. Сергей Лавров, год 2005. Это ответ, это симметричный ответ. Это не протокол. Теперь про протокол. Год 2005. Ты путаешь немножко понятный. Нет, сейчас вот досмотри. Протокол это, где флажки стоят. Да, вот про флажки. Хочешь тебе историю? Сергей Лавров собирается в Грузию. И в качестве одного из мероприятий для Сергея Лаврова, главы МИД Российской Федерации, возложение венков к памятнику защитникам независимости Грузии. Тонкость в том, что на этом памятнике высечены имена тех, кто воевали в Абхазии и Южной Осетии. Сергей Лавров просит перенести возложение венков к какому-нибудь другому, более нейтральному памятнику. В результате целый дипломатический скандал, обвинение в адрес Российской Федерации. Нино Бурджанадзе, который сегодня выступает, по сути, в защиту Российской Федерации, клеймит последними словами. В общем, встреча практически срывается, ровно из-за того, что не договорились о том, какому памятнику возлагать венки. Тоже это мужчины возня, это каприз. Я говорю, можно придираться по форме правильно, но есть что важнее, придираться к месту, кем это место арендуемое, или какие серьезные проблемы стоят между нашими странами. Так для чего это нафиг вообще служба протокола существует тогда? Хороший вопрос. Хороший вопрос. Я думаю, что это все понты. Это Майкл Бонн? Нет, я взял это слово от Лаврова. Помните, что США берет Россию на понт? Это его крылатая фраза. Не очень дипломатичная фраза. Я просто подумал, что ты слишком давно живешь в России. Ну ладно, хорошо, я остановлю голосование. Давно живу в России и много беру у ваших политиков, я имею в виду в языковом смысле. Это чувствуется. Остановил голосование. 56% наших слушателей говорят, что протокол принципиально важен. 44% говорят, что нет. Главное, чтобы суть была. За стол переговоры все. Так проголосовала наша аудитория с нами Майкл Бомб. У нас остается не так много времени, поэтому предлагаю сейчас тебе надеть наушники. Мы начнем подключать аудиторию, времени будет совсем немного. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте. Здравствуйте, Ростислав. У меня даже два вопроса. Один по Russia Today и второй по Первому каналу здесь. Вот по Russia Today, это как бы случайный объект санкций? Или Россия реально хлещет Симоняновским венчиком по недовольству Вашингтоном со стороны мэриленских обывателей или там филадельфийских? А по Первому каналу вопрос. Вот что бы вы на нем изменили? Вы же за курицей его знаете. Например, в Чехии президенты Симона показывают на 40 секунд. Вы бы здесь новости переформатировали бы как-то? Спасибо. Спасибо, принимается. Не очень понял вопрос. Да, по партии первый вопрос. Он был настолько влиятельен, что за него взялись? Я считаю, что нет. Аудитория кабельная на телевидении не очень высокая. У них очень высокая аудитория на YouTube. Я считаю, что игра не стоила свежий. То есть это не стоит выдвинуться и не надо было. Я считаю, что это излишне. Это, между прочим, это реклама самому канала. Они сами говорят, Арти. Я считаю, что они не стоили того. И я бы не ввели их в список иностранных агентов. Я считаю, что это... Поэтому я против этого решения. Тем более, что закон не предназначен на СМИ. Я начал с этого. Первый канал будешь критиковать, нет? Ну, за что? Я не знаю, что это. Но я критикую за пропаганду. Я не стесняюсь. Даже будучи на Первом канале, я говорю, что это пропаганда... Американских ценностей в эфире российского телевидения. Да, поэтому... Майкл Бомб. Почему не критиковать Первый канал? Что святое в Первом канале? Не знаю. Да, приглашаю меня именно, чтобы я высказался и я высказываюсь. 7373948. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте, Павел. Да, Павел. Меня интересует такой вопрос. Почему кто-то должен безговорочно доверять Соединенным Штатам? Как бы у них что-то есть. Когда видели пробирки перед бурей пустыни второй. Перед первый бурей пустыни дочку работника посольства, которая рассказывала, выставляя себя работницей детского сада. Уже столько всего показанного вами, чему нельзя верить. А уж не показанному. Спасибо, принимается. Ну, подбирка, это было не буря пустыни, это было по поводу вторжения в Ирак. Да, присутствует или не было присутствия оружие массового уничтожения у Саддама. Между прочим, я уже сосался на этот инцидент. Между прочим, были люди, которые не поверили. Где-то и 50 конгрессменов, когда голосовали за одобрение вторжения в Ирак. То есть было разногласия. А что касается доклада, секретного доклада, люди, которые имеют особь, это несколько сотен человек. В том-то и все дело, что нет разногласий. Я не знаю, даже Трамп сейчас, ну, с трудом, но он согласился, что Россия стоит за этим. Но не может быть, что все вошли в сговор, чтобы нагадить Россию. Это полная вынука. Это, я говорю, что все в мире возможно, но это, согласитесь, это очень маловероятно. Я просто чисто технически, чтобы 30 человек... В докладах обвиняют Российскую Федерацию. А кибератаки были на что? Кибератаки были... Ты не знаешь, сколько было написано об этом, что взломали компьютеры, серверы демократической партии Клинтон. Передали это в Викиликсу с определенной... Я эту прекрасную историю знаю. ...целонаправленную задачу дискредитировать публично. А точно речь об этом идет? Что? Точно речь об этом идет? Да, об этом. Точно? Потому что мы же не знаем точно, Майкл. В докладе написано... Мы не читали этого доклада. ...что разные источники информации. Это и хакеры, и именно в американских спецслужбах, понимаете? Хак... Рыбака видят издалека, хакеры хакера видят издалека. Они знают... Они могли бы найти эти российские следы. Кто, кто, как не они. Это бывшие хакеры. Они работали, и они нашли российские следы, понимаете? Любое представление, это невозможно сметать все следы. И это касается кибератаки. То есть это антихакерская работа американских спецслужб, которые определили российские следы. Это первый источник. Второй источник, это перехваченные разговоры о том, что это государственная программа. Это перехваченные разговоры российских чиновников, фигурантов этого дела. И третий источник, это самые люди, которые признали, это герушники внутри, которые признали, что они сотрудничали с американскими спецслужбами по передаче этой информации. Почему они сотрудничали, это другой вопрос. Но это... Они были заберевованы, и они были... Секретность к чему? Вот это не смущает? Вот к чему эта завеса таян? Потому что это, если они опубликуют... Но, во-первых, это издержки спецслужб. Они все ошибаются в сторону секретности. Это их... Это психология спецслужб. И это не только к американским спецслужбам, это ко всем спецслужбам. Они боятся, что их источники будут... И их методы будут раскрыты. Они этого не хотят. Поэтому они, если есть сомнения, они ошибаются в сторону засекречиванных. Витя Майк, вы их как будто бы оправдываете. На самом деле нет, чтобы усомниться. Сказать, ну, может быть, правда, они там привирают. Слушай, да, у нас время просто... Я бы сомневался, если бы кто-то, один человек из этих 300-400 людей, которые прочитают доклад, сказал, нет, я не убежден. Я не убежден, что Россия... Все говорили, что я после чтения этого доклада, что это я убежден. Но это... Для меня это не 100%, 100% не бывает, но это достаточно веское доказательство, что Россия стоит за этим. Это был Майкл Бом, журналист, который, наконец, вернулся к нам в радиоэфир, с чем я вас, Майкл, поздравляю. Спасибо. И нашу аудиторию тоже. Приходите еще, Майкл. Да, с удовольствием. Спасибо. Спасибо. Спасибо.